Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня в гостях у передачи «С другой стороны» Янис Урбанович, председатель фракции Центра Согласия в Сейме Латвии, и Нил Ушаков, руководитель объединения Центра Согласия. Добрый вечер, уважаемые господа. Приятно, что вы сегодня пришли к нам в студию. Я понимаю, что ваш визит, ваш визит в нашу передачу, передачу «С другой стороны» связан с завтрашним событием, с митингом, который должен состояться на Домской площади и на который призывают прийти многие политические партии. Вот отношение вашего объединения к этому митингу, какая ваша позиция, что вы хотите от этого митинга и что следует делать тем, кто голосовал за ваше объединение? Мы активно призываем наших сторонников и людей, которые нам сочувствуют прийти завтра на Домскую площадь и принять участие в этом митинге. С одной стороны, те, кто организовывает этот митинг, не можно относиться по-разному. Это люди с разным политическим прошлым, это в том числе и люди, которые когда-то были архитекторами правой политики, но сейчас в наше время оппозиция не может себе позволить каждой партии организовать свой пикет, свой митинг, когда в стране такой кризис, кризис и экономический, и кризис политический. Этот митинг, он один из шагов на пути того, чтобы изменить полностью политику в нашей стране, и каждый должен приложить для этого максимальное усилие для того, чтобы, скажем, 6 июня, когда пройдет два раунда выборов и в Европарламент, и в выборы в самоуправление, чтобы правящие партии потерпели сокрушительное поражение, и чтобы представители правящих партий не были вообще представлены в крупнейших самоуправлениях. Для этого нужно общество, для этого нужно каждому человеку, который живет в Латвии, вне зависимости от того, какой у него паспорт, какой у него родной язык, какие его политические взгляды и идеологические мировоззрения, он должен прийти на Домскую площадь и показать правящим партиям, что он думает о том, что происходит в стране. Янис, а как вы думаете, чем закончится этот митинг, какой результат он может иметь, и будет ли он иметь какой-то результат? Мы помним революцию зонтиков, которая фактически закончилась ничем. Не закончится ли этот митинг таким же, скажем так, оглушительным провалом? Мне кажется, конечно, практического результата, если говорить о Роспуске парламента, безусловно, завтра достигнута не будет, но мне кажется очень важным приучить власть, что не только русские будут на одних митингах собираться, жители Латвии, латыши в другом, надо нам приходить вместе, потому что враг у нас один, это бездарное правление, если мы хотим изменить ситуацию, мы должны сначала проявить солидарность те, кто недовольны. Завтра будет некий марш несогласных, несогласных совсем, в том числе и с национальной политикой, и если мы, латыши и русские, в стране хотим изменить положение граждан, не граждан, в социальные вопросы, мы должны это делать вместе. Или мы все вместе изменим ситуацию, или нет. По одиночке нам не получится. Нас разделяли, получается, уже 17 лет, да? 17 лет нас разделяли, и результатом налицо. Страна по объективным причинам, но с этим нет повода радоваться, отдано под управление Шведом и Международному валютному фонду. Все, что можно было, разрушилось, но его не построено. Это потому, что разделяли. Да, я очень много слышал от людей, с кем я общаюсь, упреков в том, что 13 января будут говорить только о распуске Сейма, будут говорить еще, в том числе, естественно, об экономическом кризисе, о социальных вопросах, но не будут говорить о том, что волнует очень многих избирателей Центра Согласия, не будут говорить о языке, об образовании, о проблемах без гражданства. Да, это так. 13 января завтра об этом говорить не будут, но если мы все вместе не объединимся, люди, которые вне зависимости от родного языка считают, что все, эта страна доведена до ручки, нужно что-то делать, то мы не сможем перейти к следующим вопросам. Нас будут разводить туда-обратно по кругу, и этого хватит еще на 18 лет. Кроме вас, в парламентской оппозиции еще присутствует «Новое время» и «Объединение за пчел». Вот как они отреагировали на этот митинг, и будете ли вы вместе на этом мероприятии 13 января? Сандра Калнет, она говорила, я сегодня видел, что они тоже придут на митинг завтра, «Новое время». Ты не помнишь, Анис? Я не знаю. Вроде они собирались. Но я хочу сказать к нашим ближайшим соратникам, избирателям и активистам за пчел, приходите, повторяю, в том числе национальные вопросы мы можем решить или никогда не решим, если мы договоримся с латышами. Латыши и русские должны договориться о некой взаимоуважительной формуле совместного проживания, успешного проживания здесь, в стране. И только в этой ситуации мы сможем поменять, если мы консолидированно все вместе покажем вот эту солидарность низов. Это сделать достаточно трудно. Возьмем хотя бы такой пример, как заявление господина Заттлерса, президента Латвии, о том, что он не будет общаться на русском языке с пресс. То есть господин Заттлерсу было немало ошибок. Сверху идет много такого, что затрудняет это объединение. Андрей, это наша страна. У нас, кроме политиков, есть еще наши семьи, наши дети, наши старики. Мы и политики, и нет, все должны сегодня ставить заслон этому казнократству, которые являются прямым продолжением национального раздела общества. Мы живем в неком апартеиде. И именно за счет того, что культивируется ненависть, недоверие между русскими Латвией, и латышами Латвии, это и есть инструмент сохранения у власти тех, кто эту разводку вот уже 20 лет продолжает. А господин Заттлерс никогда не был членом объединения Центра Согласия. А наш кандидат, если ты помнишь, господин Айнзен, что у него не было никогда проблем с таким языком. Заскогов не бывает, по крайней мере, на эту тему. Давайте напомним нашим телезрителям, когда и где состоится митинг, как следует себя на нем вести, тем более, что звучали провокационные призы прийти туда с дубинками, с бутылками, с коктейлем Молотова. Вот как, на ваш взгляд, должен вести себя нормальный человек, поддерживающий Центр Согласия, и где он должен быть, и в какое время завтра на этом митинге? Начало митинга завтра официально в 5.30 на Домской площади. И я бы хотел призывать всех прийти немного заранее, прийти за 15-20 минут, потому что Домская площадь нерезиновая, и людей, скорее всего, придет очень много. И меня, и Яниса, и всех наших товарищей под Центр Согласия найти можно будет там, где будут транспаранты с надписью Центр Согласия. А если говорить о призывах к провокациям, в этих провокациях, поймите, заинтересованы больше всего те, кто хотят показать, что оппозиция не имеет никакой силы, что оппозиция это просто так, кучка провокаторов и хулиганов. Придут десятки тысяч людей завтра, я на это надеюсь, и поэтому я призываю всех с очень большим вниманием и уважением относитесь и к тем, кто будет стоять рядом с вами, и к полицейским, которые будут следить за порядком, потому что полицейские, это те же самые ребята, которым и за действия правительства сейчас будут урезать зарплаты, их будут увольнять, они такая же часть нашего общества. Поэтому... Поэтому не думайте про тех, кто зачинщик и организаторы этого мероприятия. Думайте о том, какой правильный или неправильный вопрос ставится. Вопрос стоит очень просто. Согласны ли вы, что правящие и власть обанкротилась, и она должна быть смещена? Мы считаем, что это так, и поэтому без разницы, кто будет, кто главный организатор, надо приходить и говорить свое нет продолжению этого казнократства и развода общества. Спасибо. Приятно было видеть вас в нашей студии. До встречи. Завтра. Завтра увидимся. Завтра в 5. В 5. Андрей Возьмся. Увидимся. Приходите пораньше. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин